Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это очередное видео по улучшению качества жизни от Академии Счастья. Сегодня поговорим о зависимости, продолжение темы, попросили рассказать о том, как помогать близким справиться с зависимостью. На самом деле эта тема довольно какая, она очень важна. Почему? Потому что зависимость, по сути, есть у каждого человека в той или иной степени. И даже когда мы видим, что кто-то страдает от нее больше, чем мы сами, то она у нас есть тоже. То есть эта зависимость может быть самая такая простая зависимость, например, от близкого человека. Когда близкому человеку плохо, то мы начинаем очень сильно страдать, сопереживать и тому подобное. Но когда происходит, например, вы видите, что ваш ребенок зависим от наркотиков или от алкоголя, сигарет или еще от чего-то, то очень сильно хочется помочь ему, сильно хочется сделать так, чтобы он перестал это делать. То есть хочется сделать все буквально, чтобы произошло нечто такое, что он сам решит, о, я больше этого не хочу. Даже бывает хочется надавить на него, хотя это, конечно, не работает, но он, потому что все равно он будет продолжать это делать. И вот в этот тонкий момент, как сделать так, чтобы он сам захотел бросить, чтобы он сам, например, захотел перестать употреблять алкоголь, лекарства, наркотики, или играть в азартные игры, или может быть даже зависимость от компьютера, что тоже очень важно сейчас. То есть это все возможно сделать. Но прежде всего, как достучаться до человека, потому что если мы будем его наказывать и говорить, ах, ты такой-сякой, ты там этого не делаешь, сейчас я тебе покажу, это не сработает. То есть тут важно найти подход на основе того, чтобы пробиться к нему и достучаться до него самого. Если в итоге мы говорим, что человек по своей основе хороший, то важно пробудить вот эту струнку хорошести, и то есть показать на примерах, почему его действия являются неэтичными, почему они ведут к разрушению. Вот если вы сможете достучаться, и человек поймет, что да, его состояние сейчас вот настолько, ну скажем так, неэтично, что он приносит проблемы и себе, и другим, и что он встал на этот неверный путь в какой-то момент. Возможно, он пытался справиться тоже с каким-то состоянием. Ему было, ну не знаю, не очень хорошо, не очень весело, и хотелось как-то улучшить свое состояние, и вот он решил таким образом его улучшить, справиться. Но пошел не по этому пути. И вот достучаться, это очень важный этап. То есть это разговор по душам. То есть когда есть возможность, когда есть какое-то трезвое состояние, то поговорить и сделать так, чтобы человек смог вам открыться. Вот если наступит открытость, а не зажатость. То есть потому что вы, наверняка, уже много говорили, как это плохо, почему это нельзя делать, и что это все приведет тебя там, не знаю, в тюрьму или в могилу. Это не сработает. Вот только если вы сможете стать другом человеку и действительно помочь ему разобраться в его состоянии, то есть чтобы он смог открыться, то это как раз сработает. И если же не получается это делать, то можно вывести на разговор со специалистом, то есть с человеком, который знает, как правильно поговорить. Потому что бывает родственник, у человека не хочет открываться. А вот разговор со специалистом, с психологом как раз поможет в этом. То есть вывести на этот разговор и сказать, вот есть специалист, который помогает в улучшении состояния. Поговори с ним. И тогда, возможно, он откликнется. Но все равно это надо делать очень мягко и легко. И вот тогда этот разговор приведет к тому, чтобы показать человеку, что его действия, ну скажем так, ведут к разрушению. То есть не силой как-то не заставить его думать об этом, а на примерах мягко показать и легко, чтобы сам человек осознал, что его действия неэтичны. Когда он это осознал, тогда уже возможна дальнейшая терапия. То есть это очищение тела в первую очередь. То есть это имеется в виду программа очищения. Не то, чтобы, я сейчас говорю, там какие-то даже делать капельницы. А это программа связана с приемом витаминов и минералов, физическими упражнениями и потением в сауне, чтобы вывести все токсины. Потом это специальные упражнения, которые позволяют повысить осознанность человека. И, конечно же, это проработка тех вещей, которые привели его к употреблению алкоголя, веществ, каких-то наркотиков или каких-то лекарств запрещенных, еще чего-то. Или даже к игроманию. То есть что привело? Мы прорабатываем это в сессиях процессинга, в сессиях удитинга. И я помогаю человеку, скажем так, обнаружить, а почему ты начал это делать? И вот когда мы это убираем, причину, почему он начал это делать, у него состояние восстанавливается, и он естественным образом, конечно же, перестает, скажем, действовать неосознанно, то есть употреблять какие-то вещества. Почему? У него уходит просто предпосылки к тому, чтобы это делать. Поэтому, если в вашем окружении есть человек зависимый, я говорю сейчас не только о зависимости от алкоголя, лекарств и наркотиков, а любые зависимости, поговорите с ним с целью направить его к специалисту, который поможет ему. В данном случае это я. То есть я могу провести бесплатную консультацию и помочь в улучшении состояния. Будь то игромания, сексомания, трудоголизм, любая зависимость от пищи или что бы это ни было. То есть любая зависимость с ней возможно справиться путем проработки тех вещей, которые привели к этой зависимости. Поэтому пишите мне в личные сообщения, в вайбере, все мои контакты под этим видео, и я проведу бесплатную консультацию, где я расскажу подробно, как можно справиться с вашим состоянием. Я желаю вам счастья, осознанности и, конечно же, если это видео вам полезно, поставьте отметку «Нравится», подпишитесь на мой канал, колокольчик для напоминания новых видео и буду рад, если поделитесь видео со своими друзьями. Вам счастья и до скорой встречи!